Острая нехватка учителей и низкое качество образования – это основные проблемы маленьких школ в Приднестровье. Об этом в интервью ТСВ рассказала министр просвещения Светлана Иванишина. При этом половина школ в Приднестровье малокомплектные. Это те, в которых учится меньше 200 учеников. Большинство малокомплектных школ Приднестровья в селах. По подсчетам Минпроса, в сельской местности обучаются почти 5000 школьников. При средней наполняемости класса – 7 человек. Есть и проблема дефицита кадров. Чтобы привлечь учителей в сельские школы, государство оказывает поддержку, рассказала министр. За работу в сельской местности учителя получают доплату 50 рум-зп. Мало того, в сельских школах учителя получают компенсацию за коммунальные услуги. Субсидии государства на покупку жилья, так и городские, и сельские, то есть все одинаковые права в этом смысле имеют. Сейчас в приднестровские школы нужно больше 100 учителей. Это если подсчитать только вакантные ставки, отметила министр. Ведь нередко в учебных заведениях, где есть дефицит педагогов, учителя работают с двойной нагрузкой. Потому скрытый дефицит гораздо выше. Проблема непрофильного образования, когда парикмахер, ветеринар, менеджер преподают в школе, не имея педобразования. Это очень плохо. Это сказывается не только на качестве образования в первую очередь, но и, конечно же, на социализации детей, на уровне их подготовки в целом. В Приднестровье есть школы, где педагогов больше, чем учеников, рассказала Иванишина. При этом нередко здания сельских школ полупустые. Их строили в советское время. Сейчас содержать пустые классы невыгодно. В Министерстве просвещения сейчас собирают данные, изучают опыт малокомплектных школ, чтобы найти решение проблемы образования в селах.